Валерия Иванова 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 Это при том, что их столько много выпускают, все время говорят, избыток, что слишком много экономистов, юристов и кадровый голод. Как это сочетается? Почему? Они действительно самые востребованные, но в условиях развивающейся экономики и в условиях государственной программы цифровая экономика, конечно же, необходимо готовить экономистов и финансистов другого уровня, другого качества. И к этому финансовый университет шел всю свою жизнь, и здесь филиал, алтайский филиал, тоже имеет достаточно серьезный опыт в подготовке таких экономистов и финансистов. Почему? Потому что в каждой отрасли, в каждом регионе есть свои особенности. И грамотный экономист, если он работает, допустим, в государственной сфере, он должен знать особенности формирования бюджета, бюджетной политики, учета. И это применять всего лишь как инструмент, но не как самоцель. Он должен быть аналитиком прежде всего. То же самое я могу сказать и про коммерческие организации, но там есть свои особенности финансирования, появление поступления финансовых потоков, управление этими потоками. Поэтому, конечно, для того, чтобы или коммерческая организация была на плаву, или развивалась, или государственное учреждение грамотно и правильно расходовало бюджетные средства, для этого нужны специалисты, которые не просто считают, а которые проектируют на самом деле финансовую модель, что государственного учреждения, либо государственной программы, что коммерческой организации. Вы сейчас затронули уже следующий этап, этап будущего. А мне хотелось вам задать вопрос. Вот с 2019 года история началась. Какие основные этапы, на ваш взгляд, самые выдающиеся вы бы отметили в истории вашего учебного заведения? Это укропнение финансового и появление финансового университета именно как университета. Он же раньше был финансовой академией. Это означает, что уровень учебного заведения или образовательной организации стал достойным того, что ему было присвоено статус университета, это научные исследования. Кстати, финансовый университет достаточно серьезно занимается научным исследованием по государственному заданию. Если говорить о филиале на Алтае, то для нас, конечно же, очень важно было открыть очную форму обучения. Поскольку всероссийский заочный, финансово-экономический, он по определению заочный, то став финансовым университетом мы в 2014 году произвели первый набор. Государство нам доверило сразу и бюджетные цифры набора на очную форму обучения, поскольку опыт был подтвержден колоссальный. Есть ресурсы и материально-технические, и научные ресурсы, и педагогические. Есть свое общежитие, где можно разместить студентов. У нас достаточно развитая инфраструктура, достаточное количество площадей. Короче говоря, все позволило нам открыть вот эту очную форму. Это другой уровень развития, новый уровень развития. Но я бы сказала следующее. Вот у нас 50 лет мы отмечали в 2015 году филиалу. И было очень много выпускников на большом мероприятии, которые говорили, да, мы учились заочно, но не всегда мы это чувствовали, что мы заочно учимся. Жизнь студенческая была насыщена, несмотря на то, что, как правило, заочники – это работающие люди. И поэтому, когда была открыта очная форма бакалавриата, с точки зрения полноценности студенческой жизни, вопросов не возникло. У нас студенческий клуб, научное студенческое общество. У нас два волонтерских отряда. И студенческий совет, совет старост, совет проживающих в общежитии. Жизнь кипит своим чередом. И вот у нас, кстати говоря, уже на следующей неделе будет ежегодная церемония награждения победителей в конкурсе «Студент года». Вот ежегодно мы подводим такие итоги. У нас 10 ребят выбираются. Один из них – абсолютный победитель в номинациях учебы, общественность, общественно полезная деятельность и наука. Я правильно ли услышала? Ведь бытует мнение, что если вуз финансовый, то обучение в нем априори платное. Действительно ли у вас есть бюджетные места? Если да, то какие, на какие специальности? Да, действительно, у нас есть бюджетные места. И они всегда у нас были еще со времен формирования филиала. И на сегодняшний день, и на очном, и на заочном обучении, и в бакалавриате, и в магистратуре у нас есть бюджетные места. Какие специальности? На все специальности есть бюджетные места? Да, на все специальности, на все уровни, и в бакалавриате, и в магистратуре, и по экономике, по направлению подготовки экономика, и по направлению подготовки менеджмент. Есть бюджетные места, полноценное обеспечение, стипендиальное обеспечение. У нас, кстати, семь видов государственных стипендий получают студенты. Можно получать шесть видов, седьмой – это социальная стипендия, но шесть видов можно заработать. А как попасть на эти бюджетные места? Нужно, если после школы, то уже в школе задуматься и правильно выбрать не только направление, но и вуз. И сдать успешно ЕГЭ. А если после колледжа или специального среднего учебного заведения, то мы здесь принимаем на месте экзамены. То есть поступление в вуз происходит здесь с помощью вступительных испытаний. Валерия Басна, безусловно, за такую длинную историю многие известные, выдающиеся личности, я думаю, посетили ваш вуз и получили здесь образование. Можно ли рассказать о каких-то ярких примерах, которые вам запомнились, и ваших лучших студентов? У нас есть в Алтайском крае, есть за пределами Алтайского края предприниматели, крупные предприниматели, которые закончили наш вуз. Ну, вот в Алтайском крае, например, руководство Алтайские закрома, все выпускники нашего вуза. У нас есть выпускники, которые работают в органах государственной власти достаточно успешно и в органах местного самоуправления, в законодательной власти. Скажите, пожалуйста, вот вуз 55 лет в Алтайском крае, если в общем его взять, а еще через 55 лет какие цели вы ставите и каким вы видите его еще через полвека? Стратегическая цель Алтайского филиала финансового университета быть научно-педагогическим, научно-методическим и, самое главное, научно-образовательным центром, одним из центров в Алтайском крае. Мы убеждены, что развитие Алтайского края как субъекта невозможно без консолидации усилий бизнес-сообщества, реального сектора экономики с наукой органов власти. Поэтому полагаем, что научный вклад, который мы могли бы внести в развитие социально-экономических программ, их реализации, анализа эффективности реализации этих программ, это вклад в виде подготовки кадров для развивающейся экономики с учетом нюансов изменяющегося рынка труда. Я думаю, вот в таком смысле имеет место быть стратегическая цель, и мы стремимся именно к ней. Спасибо вам большое за беседу, поздравления от нашего телеканала, всего доброго. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с Валерией Ивановой о юбилее Алтайского финансового университета. До встречи.